Всем привет! Сегодня небольшой обзор моей студии. Будет то, как у меня сделана система хранения. Я думаю, что некоторым художникам это будет интересно. Моя студия 24 метра и она сделана в основном для хранения картин и книг. У меня здесь две системы хранения. Одна из дерева сделана. Это стеллажи. Они причем разборные и металлические стеллажи для хранения книг для более тяжелой нагрузки. Система хранения стеллажей из дерева рассчитана на достаточно большие нагрузки. Полка выдерживает должна до 150 килограмм из дерева. У меня здесь три секции. Сейчас покажу. То есть верхняя, прям до потолка у меня все загружено. Работы где-то размером 60 на 80 метровые. Я храню в основном в рамах все с уголками. Сейчас тоже покажу. И воздушно-пузырковые пленки подготовлены к перевозке, транспортировке. Потому что выставок было много и это удобно. Они готовы к транспортировке. Также у меня небольшие работы 20 на 30, 25 на 35, 30 на 40 хранятся в икеевских коробках. Их тоже очень удобно переносить. В такую коробку может поместиться от 5-6 больших работ 30 на 40, 35 на 45 до 10-12 работ размером 20 на 30 и меньше. Зависит от размера. То есть там бывают совсем маленькие и они тогда влезают сбоку. Есть некоторые работы, которые также упакованы в картон, в картонные коробки. Но они, к сожалению, со временем изнашиваются. То есть если происходит какое-то намокание, они конечно рвутся, изнашиваются. Ну вот как-то так видно. То есть на упаковке, чтобы при транспортировке и монтаже и демонтаже не путать упаковку, да, везде у меня есть вот такие вот картинки. Значит, чтобы понимать какой коробки. То есть вот если это в музеях, да, выставке, я делаю это очень удобно. Это сокращает время демонтажа. Вот, потому что проще найти упаковку. Это другая часть студии. То есть там тоже очень много этих коробок икеевских. У меня их получается всего 70 коробок икеевских. И все остальное упаковано в картон. И еще как бы работы охранятся естественно в папках неоформленные. Что-то хранится в тубусах снятое. Большой холодильник. Вот хочу показать крепление, да, то есть вот у меня здесь есть, значит, ну как бы можно менять высоту полки, да. И вот здесь вот этот стеллаж делал я сам по образцу с полками, да, вот этими наверху. Двумя. Значит, здесь шаг 21 сантиметр, а вот стеллаж, который находится с этой стороны, да, то есть здесь 20 сантиметров шаг. То есть можно менять как удобно. Вот, естественно, кстати говоря, вот хотел отметить, стеллажи не соприкасаются с полом, то есть 20 сантиметров, ну 15 где-то сантиметров у меня отступ от пола. Это на случай какой-то чрезвычайной ситуации, если будет подтопление, чтобы все-таки работы не промокли, потому что были такие случаи, где я хранил работу, были подтопления, и они из-за этого страдали. То есть это там целая как бы ситуация неприятность реставрации и впрочем. У меня хранится инструмент и подрамники, и вот у меня есть полки еще, которые я могу дополнительно создать. Там у меня находится кухня, душевая. Здесь у меня находится полка, как бы две полки с папками, с хранением рисунков. Вот, далее у меня идут стеллажи с книгами. Тут книг достаточно много, то есть основной тираж где-то тысячи книг 2015 года и остатки тиражей 2009 и 2007. Там совсем чуть-чуть осталось. Это в белом городе и печатался. Также здесь хранятся этюды. Они все холст на картоне выполнены. Они все хранятся в икеевских пластиковых коробках. Выглядит это вот так. То есть это маленькие коробки, здесь можно хранить этюды 25 на 35, 20 на 30 и меньше. Вот также здесь какие-то сопутствующие материалы хранятся. То есть там, например, утюг, это если какие-то реставрационные работы делать и так далее. Это, собственно, зона кухни и душевой. Вот так все тут работает. Она маленькая, но здесь можно как приготовить еду. Также здесь какие-то можно вещи на этом столе производить, связанные с реставрацией. То есть можно все убрать, что-то помыть. Как-то вот есть фильтр для воды. Вот все тут. Ну и какой-то инструмент сопутствующий. Так же вот есть коробки икеевские, очень удобные. Туда очень удобно класть книги. То есть они с ручками и тогда как бы более бережливое отношение. То есть книги лучше сохраняются. Так как вот такая вот оригинальная упаковка книг с типографией в целлофане. Она, кстати, со временем рвется и при перевозке как бы могут быть повреждения углов книг. То есть книги теряют свой товарный вид. Ну, например, у меня такой наборчик с фурнитурой для рам. То есть здесь есть и фиксаторы для рамы, и шурупы различные, и зажимы для тросиков, и петли для подвеса. То есть, ну, все как бы, все, что нужно, и скобы для забивания, как бы, вот это, ну, как бы, для графики. У меня пистолет-флетчер есть. Наверху у меня там порядка, наверное, 20-30 тубусов с какими-то старыми снятыми работами. Есть очень большие тубусы китайские. Они до двух с лишним метров раскладываются. Очень удобные для перевозки больших работ. Вот я их купил где-то в 2017 году. Ранее я их продажи не видел. А если интересно, я могу сделать обзор непосредственно по этим тубусам. Это ящик для транспортировки. Он с ручками. Здесь есть транспортировочные болты. То есть, в принципе, их выкручиваешь. Он открывается. Внутри полистирол. В общем, пеноплекс находится вот такой вот оранжевый. Двухсантиметровый со всех сторон. Желательно в ящик одну-две картины максимум. Лучше, конечно, одну. Такой ящик из фанеры наиболее хорошо сберегает живопись и графику. Особенно, конечно, с графикой беда. Потому что графика, поскольку она под стеклом, она бьется. То есть, я даже уже стал переходить на оформление под плести глаз. А если как бы работа будет отправляться коллекционеру, он уже сам заменит на музейный стекло, на музейный картон. Это уже по желанию. У меня здесь вот такие вот уголки есть. Они продаются в компании Antec. Вот у них тут... То есть, они имеют три вида сгиба. Вот по толщину рам. То есть, в принципе, какие-то определенные стандарты. Можно еще загибать картон таким образом, чтобы плотнее прижималось к раме. Вот удобная очень вещь. Сохраняет углы от сколов. Ну, естественно, после того, как я одеваю уголки, там еще дополнительно идет воздушно-пузырьковая пленка. Вот если все это еще в ящике, то как бы гарантия сохранности сильно возрастает. Еще раз мне немножко проведу вас плавно по мастерской. Вот вид из окна, с подоконником. Сейчас темно. Свет очень много я делал. Все заполнено практически на 70% здесь. Ну, здесь можно как бы сидеть или остаться на ночь отдохнуть, если есть необходимость. Ну, правда, наверху вот его находятся тоже полки, где находятся 10 коробок с снимающими картинами. Спасибо всем за внимание.